Здравствуйте! В эфире телеканала АЛЛАУ новости в студии Айдос Оспанов и смотрите сегодня выпуски. Костанайские предприниматели ищут меры борьбы с контрабандой российского зерна. Российская пшеница под видом казахстанской экспортируется в другие страны по заниженным ценам, тем самым оставляя кустанайских аграриев неудел. Больше 6 тысяч образовательных грантов распределили в этом году среди колледжей Кустанайской области. На какие специальности расскажет Татьяна Калюжная. В областном центре прошел финал конкурса «Время возможностей». В нем приняли участие молодые люди со всего региона. Всего было зарегистрировано 18 проектов. Лучшие получат приз. Призовой фонд составил полтора миллиона тенге. Алия Дасмагомбетова расскажет подробнее. Послание главы государства Касымжумар Татукаева народу Казахстана покажет в прямом эфире. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Ахурды. Прямая трансляция начнется 1 сентября в 11.00 на республиканских телеканалах и на сайтах информационных агентств. Ранее сообщалось, что президент выступит с посланием на совместном заседании обеих палат парламента. Известно, что основная часть документа будет посвящена социально-экономическому развитию страны. К другим темам. Костанайские предприниматели обсудили меры борьбы с контрабандой российского зерна. Бизнесмены требуют ограничить его ввоз в Казахстан. Ведь серый импорт зерна бьет и по аграриям, и по зернопереработчикам, и по бюджету, который недополучает налоги. Другие бизнесмены считают, что ограничение – не выход. По их мнению, нужно наладить законный ввоз зерна на границе, тогда проблема и будет решена. Татьяна Калюжная продолжит тему. На заседании Совета по защите прав предпринимателей Кустанайской области обсуждали меры борьбы с контрабандой российского зерна. С 1 июля Россия сняла запрет на экспорт своей продукции. И уже ощущаются поставки пшеницы из соседней страны. В связи с чем, мельницы покупают оттуда зерно в два раза меньше. Если российское зерно стоит около 60 тысяч тенге за тонну, то наше – 114 тысяч тенге. Импорт пшеницы идет через пограничные посты области, где при прохождении объем и стоимость ее занижается в два раза, а оформляется на фиктивные лица. С России он поступает автотранспортом, естественно, со всеми документами, сертификатами, поэтому на границе какое-то зерно установить практически невозможно. При заходе уже в Кустанайскую область на перерабатывающий предприятие или на элеватор оно поступает от крестьянского хозяйства, которое не платит на НДС, ну и, в принципе, буху чего-то не было. Соответственно, тоже страдает бюджет, НДС не получает, страдают товаропроизводители, потому что цена образования ломается. Выиграют только те, кто работает с вот этим контрабандным зерном. По неофициальным данным, в страну уже завезено около 280 тысяч тонн зерна нового урожая. Зерно легализуют, оформляя по документам на сельхозтовары производителей Кустанайской или соседних областей, не состоящих на учете НДС. После российская пшеница под видом казахстанской экспортируется уже в другие страны, преимущество Узбекистана и Таджикистан. В итоге они получают более дешевое сырье, выдавливая казахстанские мельницы с рынков. Поэтому сельхозники просят ввести запрет на импорт зерна. Однако в департаменте экономических расследований Кустанайской области отмечают, что вопрос о запрете пока не стоит. Вместе с инспекцией транспортного контроля мы готовы выделить всех сотрудников, встать прямо вплотную к постам. Для этого мы можем совместно подготовить эти площадки ровные, чтобы поставить весы. Потому что когда мы встали и начали всех через весы прогонять, на той стороне границы, на Российской Федерации, скопились машины. Они не заезжали, потому что знали, что департамент наш, экономический расследований, работает, пресекает эти факты. Все. Мы встали на Кайраке, встали на Убагане, они поехали через Аят. Другие бизнесмены считают, что запрет только навредит. По их мнению, нужно поступление зерна из Российской Федерации наладить законно. На Совете по защите прав предпринимателей Кустанайской области отметили, что решить такую проблему на местном уровне нельзя, так как она требует внесения изменений в нормативные правовые акты. Все предложения кустанайских предпринимателей будут переданы в центральный аппарат Атамикен для рассмотрения уже на республиканском уровне. Виктор Ваташко и Татьяна Калюжная, РТН. Глава Казмунайгаза и вице-министр энергетики получили строгие выговоры за дефицит топлива в стране. Помимо этого, еще несколько сотрудников лишились должностей. Таковы итоги расследования специальной комиссии во главе с первым вице-премьером Романом Скляром, которая занималась выявлением факторов, оказавшие влияние на нехватку дизельного топлива. Так, одной из основных причин назван рост потребления топлива транзитным иностранным транспортом. Вторая причина – переток дизтоплива за пределы Казахстана в соседние страны из-за низкой цены. Также зафиксированы факты, когда отечественные нефтебазы продавали дизтоплива по цене выше его розничной стоимости, что приводило к сокращению объемов реализации топлива в регионах, так как его покупка становилась нерентабельной для АЗС. Кроме того, выявлены системные упущения и недостатки в выработке, маркетинге и логистике со стороны компаний Казмунайгаз и Петросан, а также нефтеперерабатывающих заводов. Больше 6 тысяч образовательных грантов распределили между студентами колледжей Костанайской области. По словам чиновников от образования, это на 500 грантов больше, чем в прошлом году. В большей части их выделили на технические специальности, медицинские и педагогические. Сейчас все гранты распределены и свободных нет. Татьяна Калюжная продолжит тему. В Казахстане ежегодно увеличивается количество образовательных грантов для студентов колледжей. В 2022 году по госзаказу будет учиться на 45 тысяч детей больше, чем в 2021. Больше всего грантов выделяют на технические специальности – IT, строительство, инженерия, металлургия. В Костанайской области выделено 6134 гранта. Это на 500 грантов больше, чем было в прошлом году. В этом году впервые внедрен целевой госзаказ по заявкам работодателей. У нас он составил 708 человек. Участвуют в целевом заказе около 40 предприятий. Целевой заказ идет в рамках 6134 места. По имеющим специальностям предприятие заявляет 15 мест, скажем, комлит по черной металлургии специальности. Работодатель участвует в отборе студентов, проводит собеседование с ними. В дальнейшем заключается трехсторонний договор предприятия, студент, учебное заведение. В течение обучения студент уже обеспечивается местом практики и в дальнейшем трудоустройство по завершению. Больше всего это 138 мест по целевому госзаказу досталось автодорожному колледжу. По таким специальностям, как черная металлургия, автомобилестроение, ремонт и обслуживание автотранспорта. Не менее популярны и строительные специальности, среди которых сварщики и каменщики. Что касается конкурса, ну традиционно самый большой конкурс – это педагогические и медицинские специальности. То есть в среднем там по 4-5 человек на место. Костанайскому медицинскому колледжу выделялось 400 мест по госзаказу. Здесь, смотрите, надо исходить же из проектной мощности учебного заведения. То есть учебное заведение не резиновое, но не может бесконечно увеличивать набор. Кроме того, по словам представителей управления образования, перечень квот для желающих учиться бесплатно расширили. Добавили их для детей из многодетных и неполных семей, для детей с особыми образовательными потребностями. Также чиновники от образования отметили, что все гранты уже распределены. Свободных практически нет. Кроме нескольких в районных колледжах. Но они будут отданы другим колледжам, где в них есть необходимость. Виктор Ваташко и Татьяна Калюжная, РТН. Те, для кого благотворительность – не слово, а дело. В областном центре прошла торжественная церемония вручения региональной премии Жомар-Джирек. Награды по пяти номинациям получили жители региона, активно занимающиеся благотворительностью, спонсорской помощью и меценатством. Они представят область на республиканском этапе. Подробнее в следующем сюжете. Геннадий Кригер – директор холдинга «Алмаз» из Карабалыкского района. Из Рукакима области он получает региональную премию Жомар-Джирек в номинации «Желтулгасе» за активную филантропическую деятельность. По его мнению, жизнь дана на добрые дела. Предприниматель на постоянной основе занимается благотворительностью, оказывает спонсорскую помощь на развитие спорта, проведение культурных мероприятий, а также на трудоустройство и ремонт домов для земляков. За последний год эта сумма составила около трех миллионов тенге. Мы только в августе отправили 15 семей в школу с поддержкой, дорогу в школу передали. 400 тысяч первой школе для обустройства актового зала отдали, книг на 500 тысяч и 4 миллиона отдали, помогли Акимату, поставили юрты, но праздники в Тургане. Слышали, тоже такой праздник, да? Но это не считая мелкой помощи. В числе награжденных и Ассоциация деловых женщин Кустанайской области в номинации «Желдун-Уздокам-Коршосе». Ассоциация много лет активно занимается благотворительной деятельностью, к примеру, помогая детям, которым необходимо дорогостоящее лечение. В прошлом году, благодаря их помощи, девочке из Кустанайского района удалось сделать операцию, которую родители собственными силами не могли себе позволить. Это очень волнительно, очень дорого для нас и понимаю, что заслуженно. Ассоциация деловых женщин 27 лет и всегда деловые женщины, они занимались благотворительностью. Когда-то, может быть, не афишировали, но всегда принимали активное участие. Но последних три года Ассоциация проводит большие благотворительные концерты, вы знаете, раз в год, и выступают наши женщины. Премия «Жумар Джурек» – проект, организованный Министерством информации и общественного развития. Он продвигает идеи благотворительной деятельности, меценатства и филантропии. В этом году на областной этап поступило 67 заявок. В итоге наградили пять человек, особо отличившихся добрыми делами. Вот уже пять лет мы чествуем представителей бизнес-структур, меценатов, неправительственных организаций и волонтеров, активно участвующих в развитии наших городов, районов и сел. Сегодня этот список пополнится еще пятью кустанайцами, чьи фамилии будут направлены для участия в республиканском форуме. Стремление граждан быть сопричастными к судьбе нашей Родины всегда было отличительной чертой нашего региона. Это мы продемонстрировали и на общенациональном референдуме. Лауреаты пяти номинаций смогут принять участие в республиканском этапе конкурса, который состоится осенью в Нур-Султане. Виктор Ваташко, Алия Дасмагомбетова, РТН. Подозреваемого, который ранил двух мужчин из огнестрельного оружия, задержали в кустанайе. Стрельба, как выяснили в департаменте полиции региона, началась в ходе драки. 27 августа около 18 часов на пульт 102 Центра оперативного управления кустаная поступило сообщение о том, что в садовом обществе «Юбилейный» происходит драка с применением огнестрельного оружия. На место происшествия были направлены комплексные силы полиции. Полицейские обнаружили двух мужчин, 31-летнего и 25-летнего, жителей Саркольского района, с огнестрельными ранениями. Страдавшие были доставлены в больницу. Подозреваемый скрылся с места происшествия. Через час он был задержан сотрудниками полиции. Оружие изято, направлено на экспертизу. 38-летний житель областного центра, ранее судимый, в настоящее время во дворе в изоляторе временного содержания. По факту хранения и изготовления огнестрельного оружия принимается процессуальное решение. Начато досудебное расследование, предусмотренное статьей «Покушение на убийство». ДТП с участием ребенка произошло в Кустанае. Вечером 30 августа на улице Чкалова газель сбила 8-летнюю девочку. Там у нас нерегулируемый пешеходный переход имеется. Ребенок был на самокате с бабушкой, ехал впереди на самокате. И на этом пешеходе на ребенка на 8 лет наехал водитель газель. Водитель газели, 26 лет. Травмы там, насколько я знаю, незначительные, но назначена экспертиза. Водитель, по данным полиции, не отрицает своей вины, но сами стражи порядка призывают взрослых при переходе дороги находиться рядом с детьми и научить детей тому, что перед поезжей частью необходимо слезть с самоката или велосипеда. Напомним, сейчас в области проходит операция «Внимание, дети». В ходе нее полиции выявлено более 2000 нарушений правил дорожного движения. Из них 173 нарушения – это у нас по правилу перевозки детей. В том числе 110 из них – это за неиспользование детских кресел водителями. Детские кресла у нас по правилам дорожного движения используются для детей до 12 лет. Также проезд перекрестков нарушения и пешеходных переходов. Двух подозреваемых в угоне автомашины задержали куснайские полицейские. Чтобы поймать их, полицейским пришлось устроить погоню. За подозреваемого гонялись и на автомобиле, и бегом. Ночью 26 августа около 4 часов полицейский Иржан Бесимбаев и Ильяс Досаев на машине патрулировали улицу Каирбекова. В районе одного из супермаркетов города они заметили автомобиль, водитель которого создал аварийную ситуацию на дороге. На требования сотрудников полиции данная автомашина не реагировала. Увидевший сотрудник полиции пытался скрыться на большой скорости. Направил в сторону Кабан-БТР-26-1. Совершилось столкновение, соответственно, с автомашиной ВАЗ-21-14. И после столкновения преследуемый автомобиль продолжил движение, но ненадолго. В районе одного из заброшенных складов машина остановилась, и из нее вывезли два людей, водитель и пассажир, которые попытались сбежать от полицейских. Однако им это не удалось. Молодые люди 25-19 лет были задержаны. В ходе разбирательства выяснилось, что горожане угнали автомобиль из двора дома по улице Кабланды-Батыра. Поясняли, что это не они, не их машина, а вообще чужая машина. Не признавались как бы. Все-таки угнали машину. К данный момент у них показала легкая степень. Соответственно, также хотел добавить, что в данный момент при задержании данного нарушителя было вызвано СОКУ П. Город Кустанец, следственная оперативная группа, для дальнейших распирательств. Владелец машины об угоне узнал от полицейских. По данному факту начато судебное расследование по статье «Неправомерное завладение автомобилем». Лося, который запутался в проволоке, спасли кустанецкие сотрудники природоохранной полиции. Инцидент произошел недалеко от станции Куршаш у железной дороги. Об этом сообщает пресс-служба департамента полиции Кустанецкой области. Сообщение о животном, попавшем в западню, поступило от тегеря областного охота общества Виталия Иблева. Он рассказал, что при обследовании территории обнаружил лося, который запутался в проволоке. Для спасения животного привлекли ветеринара, сотрудников полиции. Проволока была разрезана, примерно двухгодовалое животное отпустили на волю. Более подробно обо всем вышеописанном, а также о других преступлениях и происшествиях мы расскажем о будущем понедельник в рамках программы «Дело. Номер». Также эти материалы в любое время смотрите на канале «Алау. Ютуб» и подписывайтесь на наши аккаунты в Инстаграм. Продолжаем выпуск. Экология, волонтерство, социальные бизнес-идеи. Сегодня в Кустанай выбирали самые интересные проекты, которые презентовали молодые жители области. Конкурс «Время возможностей» организовало Управление общественного развития. Из 18 проектов выберут только 5, которые получат финансовую поддержку для реализации идеи. Алия Досмагабетова побывала на защите проектов. Марьям Садуакас – ученица 12 класса Назарбаев интеллектуальной школы. Девушка на конкурс пришла сразу с двумя проектами. Первый – экологический. Его суть заключается в сборе второсырья с дальнейшей его переработкой, а вырученные деньги отдавать за приютом. Второй – копчение мясных изделий. Проект уже действующий, но для его дальнейшей успешной реализации необходимо закупить оборудование. Школьница уверена, что оба ее проекта заслуживают победы. Я, честно говоря, в восторге от выступления. И я также познакомилась здесь с многими ребятами, которые рассказали о проектах. В принципе, я думаю, что у меня есть шансы на победу, поскольку жюри спрашивали достаточно такие открытые, прямые, интересные вопросы. И было видно, что они заинтересованы в проектах. Поэтому, возможно, у нас есть шанс на успех. Конкурс «Время возможностей» для поддержки талантливой молодежи запустило Управление общественного развития в середине июля. До 15 августа проходил прием заявок. В итоге приняли участие 18 проектов, включающих в себя экологические, волонтерские, социальные бизнес-идеи, а также по организации досуга детей и молодежи. Сегодня проходила защита проектов. Некоторые участники делают это онлайн, так как находятся в отдаленных районах области. Сейчас члены жюри бурно обсуждают представленные работы. Им предстоит выбрать всего пять лучших. Каждый для реализации получит 300 тысяч тенге. Некоторые проекты уже настолько проработаны, что у них уже полностью прописано, на что пойдет. И это даже не на первичное, а в целом на реализацию проекта уже полноценная реализация. Такие, как, допустим, я уже говорил, Копченый Джо, Добробокс. Ну, я вот пару проектов выделил для себя, которые действительно уже на эту сумму вполне можно полноценно реализовать. Кто-то предоставляет прям макет, прям уже готовый, скажем так, это называется MVP, то есть минимально разработанный продукт. Кто-то предоставляет в качестве презентации. Сама идея, сами идеи у них проработаны, вплоть до того, что они знают уже, на что нужно финансирование, что они уже сделали. То есть это не просто, у некоторых это не просто идея, а уже действующий проект, который требует просто улучшения. Представить лучших члены жюри планировали сегодня, но посовещавшись, прийти к одному мнению не смогли. Поэтому перенесли награждение на конец недели. До этого времени они еще раз детально обсудят каждый проект. Виктор Ваташко, Лея Дасмагомбетова, РТН. Ежегодно в последнее воскресенье августа шахтеры Казахстана отмечают свой профессиональный праздник. В этой отрасли трудится порядка 40 тысяч человек. В акционерном обществе «Варваринская» в этот важный для каждого из сотрудников день провели традиционный конкурс профессионального мастерства. За происходящим наблюдали мои коллеги. Конкурс профессионального мастерства в преддверии празднования Дня Шахтера стал доброй традицией для акционерного общества «Варваринская». В этом году участие в нем приняли порядка 35 сотрудников предприятия и подрядных организаций. Конкурсы проходят всегда и творчески, и в то же время для того, чтобы подчеркнуть профессионализм наших сотрудников. Конечно же, очень приятно, что всегда горные мастера, руководители подразделений, наши специалисты по экологии, ПТБ активно участвуют, вовлечены в эти процессы, готовят тестовые задания, практические задания. Первыми с энтузиазмом приступили к испытаниям водителя автосамосвалов грузоподъемностью до 35 тонн. Это представители фирм-партнеров «Варваринского» предприятия. Пройти надо было так называемую «восьмерочку», то есть заезжаем на исходное положение, вот сюда вот на стенд, выходим с машины, ставим противооткатные устройства, после этого подают сигнал на старт. Все на время это делается, надо уложиться за три минуты. Специально приваренным к коронке штырем подцепить крышку от кастрюли, сделав оборот на 360 градусов, водрузить крышку обратно. Такая непростая задача в рамках конкурса профмастерства стояла перед машинистами-экскаватора. Достойные соперники, сильные, стажу побольше, опыта побольше у людей. Главное не победа, а главное участие. Управляя 90-тонной техникой соревновались водители большегрузных автосамосвалов. В их конкурсной программе три задания. Фигура крест, заезд в тоннельные ворота плюс стоп-линия. Сложная парковка под разгрузку среди двух условных высоковольтных линий. Впечатления, конечно, интересные. Во-первых, здесь многое отличается, не как в карьере, допустим. Здесь нужно показать мастерство, умение свое, волнительность. Были в конкурсах профмастерства и импровизированные виды спорта. Машинисты бульдозера играли в футбол, забивая в ворота вместо мяча бочку. Очень интересно, что устраивают конкурсы такие на предприятии. Люди могут показать свой профессионализм. А вот машинисты фронтального погрузчика стали настоящими баскетболистами. Обогнув змейкой все установленные конусы, им необходимо было попасть из ковша мячом в корзину. Не забывали сотрудники предприятия в промежутках между состязаниями поздравлять друг друга с профессиональным праздником. Поздравляю всех с праздником. Хочется пожелать всем удачи, удачи в труде, всех благ. Всех поздравляю с Днем Шахтера, всем крепкого здоровья и в целом успехов на работе. Без подарков от АО «Варваринская» в этот день не остался никто. По итогам конкурса были определены обладатели первого, второго и третьего мест в каждой из номинаций. Их отметили дипломами, памятными статуэтками с оригинальным дизайном, корпоративными сувенирами и денежными премиями. Елена Щегельская при содействии телекомпании «Акцент». Такими были события дня. Хороших всем нам новостей. До свидания.